Всем доброе утро понедельника! Сегодня начинаем новый влог и у меня на этой неделе будет уже немножко другая ротация. Кто смотрел мой прошлый влог уже знает, кто не смотрел, вот так. Сегодня у меня будет секретный проект. Дальше ведьма, бабочка, короны, Джулиетка Мандала-Мандала. Пойду я вышивать. Я уже надеюсь, что я закончу скоро этот проект. Вы наконец-то узнаете, что же там за интрига, что же там за интрига. А сейчас я вам хочу еще показать тканюшку, которая мне приехала. Посмотрите, такая вот красивая. От вот такой вот компании Хроматик Алхимии. Называется она Ирибос Кэшел, Апалесцент Такая вот интересная она Я уже знаю, под какую русалочку она мне Это я вступила у этой компании в Мантли Клаб То есть раз вместе я буду получать от них тканюшку От полстычас я отписалась, потому что Ну, потому что Потому что у меня уже много тканей от этой компании И хочется сменить Скажем так, производители И посмотреть, что будут предлагать они Пока я довольна Это была тканюшка сентября Тканюшка октября у меня уже оплачена И я жду ее в конце месяца Обязательно вам покажу Там тоже будет интересный цвет Нам уже пришел email Какой цвет будет Ну, всем участникам клуба Вот, поэтому Посмотрим, как будет Ожидание, реальность работать В этот раз Ну все, иду вышивать Новая вышивальная неделя Потом еще вернусь к вам Доброе утро Сегодня вторник И у меня по плану Ведьмы И хурей Я буду их сегодня вышивать Я очень рада, что эта неделя у меня более-менее вышивальная Хотя это пока что вторник Но Ну, как бы это уже хорошо Я вчера хорошо продвинулась в своем секретном проекте Так что неделька вторая Он будет закончен Вот Ну и вот На таком моменте у меня Ведьмы остановились Сегодня я буду продолжать Закрывать все полукрестом Ну, то есть вышивать все полукрестом Чтобы потом без схемы Я просто эти полукрестики закрывала Мне не надо было отвлекаться Смотреть Мне так нравится больше У меня так процесс идет Быстрее Ой Что это у меня с голосом? Я вроде не болею Вот Ну, буду работать над этим проектом У меня все утро И после обеда, я думаю, я тоже буду вышивать Посмотрим, что за день у меня завышивается Может быть Я весь этот круг заполню Ну, то есть план такой А что из этого плана у меня получится осуществить Мы обязательно на это посмотрим с вами Сидела сейчас, хохотала Сейчас расскажу После моего влога вчерашнего Так, сегодня еще Сегодня все еще вторник После моего вчерашнего влога Получила много комментариев Насчет той вставки С Малаховым Что у меня было в видео Короче Один коммент я оставила Он был не оскорбительный Там было просто Типа, как можно смотреть Малахова Ну, я ответила Как, как Глазами, как еще А другие были достаточно такие резкие Ну, я считаю, что это просто хамство И Оскорбление Ну, то есть обидные Да, я их удалила Но Факт в чем Короче Мне смешно Что народ Прицепился к тому Что я смотрю Малахова А не к тому, что Я говорю о том Что существует женщина Которая выдает себя за Специалиста Там, подолога И делает педикюры И дирает Людям ногти И делает из людей Просто инвалидов Ну, то есть В чем логика Я не понимаю Наверное, вы удивитесь Что я смотрю И битву экстрасенсов И мужской, и женский Давай поженимся То есть, ну, как бы Да Мне это было странно Я так смеялась Потому что, ну, реально Почему никто не обратил Внимание на то Что женщина Уродует людей И многие из них Теперь имеют Проблемы со здоровьем И там даже Чуть ли не группа Инвалидности И никто ее не может Привлечь вообще К ответственности Она считает Что она права И я потом зашла На ее канал И смотрела ролики Типа в ответ Малахову И Ну, почему-то Все Сакцентировали Внимание Только на том Что вот я Че это я Такая тупая Деградирую Вообще Мозги у меня не работают Потому что я Малахова смотрю Ой Я посмеялась Еду за мелкими Буду вышивать И смотреть Малахова Вот так Так Дорогие мои Опять Отвлекаемся На Малахов Я же сказала Буду сегодня смотреть Это уже не Малахов Это Пусть говорят И там ведет Какой-то Другой Парень Но Как я Хочу вам сказать Как я себя Мотивирую Не жрать Короче Завтра Уже Шесть недель Как я Сижу На Слиминг Ворлд И пока Я не срывалась Пока у меня Вес идет Минусом То есть Не было ни на Одну неделю У меня Плюса Зарегистрированного То есть Там по 200 грамм Было и по Полтора килограмма В неделю И килограмм То есть Медленно Но верно Я иду вниз Кушаю все Практически Как и кушала Только правильно Да И вот Если она меня Накрывает Я сегодня голодная У меня завтра взвешивание Так я сегодня Особо Не ем Ну как Ем Но Без знаков Без всяких Перекусов То есть Я позавтракала И вот Сейчас у меня Пол пятого Я в 6 часов Поем И все Буду пить водичку Чаек И все Ну как бы Я так привыкла И вообще стараюсь После 6 уже не есть То есть Чтобы у меня ужин Был в 6 часов Но Если меня накрывает Я начинаю смотреть Вот такие вот Передачки Женщина здесь Бедная Несчастная Молодая Можно сказать Девушка Весит 300 Килограммов 300 И соседи Переживают Что она провалится К ним На первый этаж Потому что Под ней скрипит Пол И в общем Ужасная ситуация Посмотрим Как там Ей помогут Разрулят И помогут ли Вообще И что Но Вот Мне помогает Если я начинаю Терять мотивацию Мне такие передачки Очень даже Помогают Я смотрю На таких Ну Бедных Несчастных людей Которые в принципе Сами себя довели Она на камеру сидит Посмотрите Целую курицу Наяривает С кожей Она говорит Ну я ее в духовке Приготовила А в духовке Типа Жир испаряется Там со шкурой Со всеми делами Короче Конечно Возможно Мне пока еще Рано Говорить У меня еще Как бы Вот когда я похудею Там килограмм На 30 Тогда буду вещать Не замолчить Как это сказать Ну В общем Не замолкну Эмоции Эмоции Это все эмоции Но пока Мой такой совет Который работает со мной Я начинаю смотреть фотографии Людей до и после И вот такие вот передачки Где ну реально Мне становится жалко Людей И я очень не хочу Оказаться на месте Потому что Она вот прошла Три шаги У нее такая дышка Она даже говорить Не может Ей дышать сложно А жизнь у нас короткая И я очень бы не хотела Умереть Это жирение Чтобы мое сердце Не выдержать Потому что я Жрала много В своей жизни Поэтому пока не поздно Пока я еще Скажем так Не перевалила За тот возраст Когда совсем Это сложно сделать Да Пока мой организм Еще сильный Крепкий Я должна привести Своё состояние В порядок И Чтобы не было Потом Каких-то Преждевременных Проблем Со здоровьем Вот И Такие вещи Поддерживают Мою мотивацию Так что Вот так вот Утро Среда Вот столько Я навышивала За вчерашний день Кое-где начала Вот здесь Закрыла Полукресты Вот тут Вот Вот это Я все вышла Вот тут Не помню Что там еще было Ну короче Естественно Ожидания Реальность Совсем Разные Не успела Я закрыть Этот круг Ну и В принципе Вверх Мне тянуться Уже Было тяжело Поэтому Я начала Закрывать Полукресты Чтобы потом Снять боковую Натяжку И уже Немножко Перекрутить Работу Вниз И я думаю Что на следующей Неделе Все крестики Я закончу Вот А потом Тогда Еще на следующей Неделе Я оставлю День для вышивки Бисера Бисер будем Подбирать Смотреть Какой у меня есть Потому что Покупать я специально Милхилл не буду Ну а сейчас Я вам покажу Что вышиваю Сегодня Вот что я сегодня Вышиваю По моей ротации Это бабочка От вдохновения Вернее Мотылек Я вот сегодня Уже Приехала С их похудала Кстати Минус 900 грамм У меня За За неделю И я получила Свой Ну как бы Свою награду Вторую Дипломчик Это One stone Переводите сами В килограммы Сколько это За 6 недель Получается И до крисмоса Я хочу еще один stone Вот Короче С тех С того момента Как я приехала Покушала Я вот это вот Вышила Ухики Ну и дальше Уже двигаюсь я В эту сторону Видите Поменяла я Эту тарелку Пластиковую Потому что Пластик скользкий Очень неудобно Вышивать Потом вот Постоянно Здесь рядом С усами Вышиваю И за эти усы Зацепляется Нитка Так где же она Вот это Меня прям Раздражает Чуть ли не Через каждый Стежок Вот оно Вот так Вот все Закручивается Так вот Берем Как-то Вот так Стараюсь Всегда найти Какое-то Положение Чтобы Вот камеру Поставила И сразу Дырки Перестала Видеть Стараюсь Найти Всегда Такое Положение Чтобы Как Можно Минимально Цеплялась Нитка За всякие Выпирающие Части Бабочки Вот видите Опять Прям Бесит Потому что Один раз Я здесь Уже Пропустила И увидела Такую петлю Накинутую Здесь У меня Уже Было Вышито И тут Либо Распускать Либо Что Ну я Так Аккуратненько Там Поддевала Поддевала Под каждой Бисеринкой Ну Вышла Из ситуации Без Распускания А так Вообще Это Затормаживает Работу Стала Смотреть Намного Дальше На бабочку И перестала В дырки Попадать Нормально Я не знаю Я сегодня Постараюсь Ее дошить Кстати говоря И начать Какое-нибудь Другое Может быть Даже не те О которых Я тогда Говорила Что-нибудь Может Поярче Посмотрим Так А еще Кстати Приехал Ко мне Блокнот Не вижу Ничего Блокнот Рукодельный С Ну есть На В инстаграме Профиль И Вконтакте Сейчас покажу Его Он вот такой Вот Интересный Да Такой На кольцах Такой В винтажном Стиле И о нем Будет отдельное Видео Буду снимать И тогда Оставлю ссылки Где и что Я его Приобрела Смотрите Дневник Вышивальщицы Самплярс Отдельное Буду Видео О нем Снимать Вот Вот Хочу Скажешь Я хочу План Выполнить Вот Так Сегодня Мотивировала Меня Группа Моя Похудательная Нам Сегодня Раздали Во-первых Такие С ленточкой Шарики Ну как Шарики Такая бумажечка На форме Как Шарика И там Написано Что можно Записать Желание И повесить На елку И потом И потом Посмотреть Сбылось Оно Или нет Тоже Прикольно А наша Консультант Она такая Говорит А я на елку Вешать не буду Говорит Я эту Эту бумажечку Ну как бы Желание Говорит На шкаф С чипсами Повешу Каждый раз Когда мне захочется Чипсов Или что-то там Ну конфет Каких-то Ну короче Снакс Которые Ну как бы Не очень Да Нужно Употреблять Говорит Я буду смотреть На этот На это желание И Ну как бы Короче говоря Мотивация такая Не есть Этих вещей Вот Ну я довольна Если у меня Каждую неделю Будет вот так По 2 паунда По 900 грамм Уходить То я Крисмасу Получу Свою Награду И у меня будет Примерно 13 килограмм Минус К Рождеству 3 недели Не ходила Одна женщина Она заболела С которой мы В одну неделю Начали Ну то есть И Что такое здесь Она сегодня Сказала Что на моем лице Заметно Что я Ну что вес уходит Вообще не понимаю Короче Что здесь Произошло Сейчас Секунду Надо ближе К лицу Это все Поднести Вообще Не понимаю Что здесь За узелок Только взялся И откуда Он взялся Вообще Вообще Не пойму Что здесь Произошло Это я Накинула Леску Сделала Петельку Сама В общем Не чая Ой блин Так Чтобы проверить Чтобы не считать Эти бисеринки А проверить Можно это проверить Вот так Сколько Мне еще Их надо Еще Пять Штук Классно Вот это Что Схемка Она Совпадает Полностью Еще Пять Штук Потом Я буду Закреплять Нитку Не Вижу Так Давайте Считать Раз Два Три Четыре Четыре Пять Что тут Как-то Вот же Блин Здесь Придется Вот так Вот Делать Короче Я Одну Бисеринку Пришила На Две Клеточки Думаю Что там За пробел Такой Короче Возвращаемся Вот так Вот Выхожу Вот здесь Как это Можно Исправить Видите Прохожу Через Нее Выхожу В правильном Месте Это Как можно Исправить Да И вот У меня Как будто Одной Не хватает И надо Пришить Сюда Бисеринку Вот Балда Во Так Теперь Поверим Да Теперь Все верно Ну Короче Говоря Буду Закреплять Нитку Буду Вышивать Вот это Крылышко Но я Очень хочу Закончить Ее Сегодня Попробую Посмотрим Что получится Увидимся Позже Всем Доброе утро Четверг У меня Еще такой Можно так сказать Сонно Непроснувшийся Голос И вот Вам Мой Отчет По Вышивке Вчера Помните Я Ну конечно Помните Только что Три секунды Это было Для вас Я Замахнулась На то Чтобы закончить Бабочку И что Вы думаете Нет Я ее Не закончила В общем Вот столько Я навышивала Дошила Здесь Начала Вот это Вот весь Кусочек Здесь Вышивать Ну и Не закончила Отвлекалась На домашние Дела Вот так Вот у меня Получается Но на следующей Неделе Я ее точно Закончу Сто процентов Была такая Мысль Что вчера Вечером Шесть Утром А может быть Ну их Эти короны И закончить Эту бабочку Тут осталось Это как раз День На следующей Неделе Тогда два дня Вышивать короны Но нет Я себя Переосилила И раз ротация То ротация Вот на таком Моменте Я остановилась Тут вот Надо пол Крестики Закрыть Ну и буду Вышивать Дальше Свои короны Соскучилась я По ним И все-таки Прикольно Что я начала Перемешивать Так вот Проекты И они Двигаться Начали Двигаться Начали Заговариваю Заговариваюсь И я не устаю От какого-то Одного Наоборот Даже как-то Интересно Стало Надо было Уже давным-давно Так сделать Вот Ну что Сяду Включу Какие-нибудь Новые Видео На YouTube Посмотрю И буду уже Вышивать Пить кофе Приехали Домой Мелкие У меня сегодня За хорошую неделю Короче Получили Две упаковки Пончиков У нас открылась Вот такая штука Криспи Крим И И И Там такие Очереди Drive-thru Это когда из машины Выходить не надо Что люди По 4 часа стояли Мы сегодня уложили В 30 минут В 31 И посмотрите Какая здесь красота Это вот такие И вторая коробка Что там А Подожди Миланочка Как же она Открывается О Короче Малые Сегодня будут У меня Со слипщимися Попами И получила я Такой вот Конвертик Так как Сегодня мне Вышивать Не пришлось Что-то Короче Джульетта У меня никак не получается Третью неделю подряд До нее у меня Руки не доходят Но я Буду Распаковывать И вышивать Сегодня Вот это Что была Быстрая Готовая Работа Называется Как это называется Процесс Одной Нетерплячки Такие вот дела Так Ну В общем Вот столько У меня Завышивалось За вчера Был день Корон Ну Достаточно Много Видите Сколько я вышила Да И вот Получается Что До сюда Куда я дойду И это уже будет половина Даже чуть больше Вот И получается Что с Джульетткой У меня ничего не получается Утром я убиралась Тут Телефон Телефон И Не получалось У меня Вышивать Закончила Убираться Пока Приготовила Кушать Пока Я Там За детьми Плавание За этими Пончиками Ну короче говоря Сейчас уже 6 часов вечера Я уже не буду к ней Опять приступать Третья неделя Боже капец Какой-то Я буду Вышивать Что-нибудь другое А Суббота Воскресенье У меня Я почему Сегодня Именно И убиралась Так Хорошенько Чтобы У меня суббота Воскресенье Я уделила Как много Как можно больше Времени И внимания Мандалам Мандалам Мандале У меня уже Мандалам Потому что Мне пришла посылка Долгожданная Но об этом Будет другое Видео Вот И Да Я сегодня Так Как этот гоблин Из Ластерина колец Мои сокровища Хожу Вокруг них Обтекаю И убираться надо Я подойду Покручу Посуду Подойду Посмотрю Опять Пойду Пылесосить Ну короче говоря Вот что Такие вот дела Никак с джулеткой Не складывается Вообще И Ну На следующей неделе Я думаю Что Возможно Я и два дня Уделю Ну посмотрим Поживем Увидим Как говорится Так Сегодня суббота Я еще Я еще не приступила К мандали Пока Туда Сюда Короче Сколько Час Час Дня С копейками Мне Вчера Пришла Вот такая Коробочка С Алиэкспресс Здесь 64 отделения Вот ее Перец Она так открывается Прикольно Всего 15 евро Потому что Коробочки Которые я люблю Вот такие вот Их перестали Почему-то продавать Здесь 24 отделения Я покупала их На Майбобин Но их нету 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 А бисер Складывать Уже некуда И Очень дорого Выходит мне Покупать Дорис Вот этот вот Элизабет На 82 части Да Около 70 евро Наверное стоил А тут 64 За 15 евро Отлично Смотрите Я уже тут Начала Писать Короче Организовывать И сейчас Хочу Вот из этих Коробочек Которые У меня У меня здесь есть Какие-то Где у меня уже Наклеены Вот так вот Лейблы А есть Где Просто бумажечка Внутрь Положена Не знаю Видно Не видно Не видно Я хочу Их сейчас Все в этот Органайзер Тот Переложить Или нет Не знаю Короче говоря У меня вот такая Вот здесь коробка С битпаками Смотрите На миробильке Полная Я думаю Места Блин Нет Зачем мне Это вот так Объемно Хранить Я сейчас Возьму Я ножницы Принесла Принесла Возьму И сейчас Буду пересыпать Это наверное В эту коробку Потому что Это будет Намного Компактней Вот Да Наверное Я так сделаю Ну что Как бы Делать Такого Тут Все Их Повытаскиваю Потому что Реально Нет В комодах Места Ну вот Например Бабочка И отложу Русалка Только пока Отсказываю Что у нас Тут еще есть Джульетка Вот Например Тоже Миланка Играет На заднем плане Попугаи Болтают Так что Будет Дурдон Так Ну вот Например Сейчас будем Смотреть Какой У меня Цвет Здесь Уже Есть Ну вот Например 0525 Да У меня Уже Где-то Должен Быть 0525 Я его сюда Пересыпаю И все И хэппи дейс Тоже представляете Тут уже много Повторных цветов А других Миробилик Остается Много А еще Меня такой Короче Вопрос Волнует Мне вот Интересно Я выпустила Видео Про готовую Работу И мне вот Стало Интересно Да Я просто Статистику Смотрю Свою Конкретно На ютюбе И мне вот Стало Интересно У меня Не сходятся Полюса То есть Очень часто Люди Которые Смотрят Рукодельный Ютюб Неважно Блогеры Это Или Подписчики Просто Да Ну Проскакивают Такие То ли Сообщения То ли Видео То ли В комментариях Что типа Вот Мало Вышивки Много Всяком Разном Там Кто-то Ругается Кто-то Ссорится Всякое Такое Происходит Ну Вот Пожалуйста Готовая Работа Просмотров Просмотров Если Это Даже Списать На То Что Кому-то Не Понравилось Не Нравится Это Русалка И Кто-то Не Смотрит Ну Есть Люди Которые Смотрят Не Только Поинтересно А Просто Смотрят Но Я уже Давно Обратила Такую Тенденцию Вот Влоги Например Понравились Людям Особенно Если Детки Проскакивают Или кто-то Живот Ну Вот Я по своим Сужу Или что-то Такое Жизнь Изличной А вот Чисто Готовая Работа И не Смотрят Видео Мне Странно Хотя Вот Итоги Года Смотрят Я тут С Меланиной Закулкой Чтобы мне В глаза Волосы Не лезли Они Не до конца Высохли Я не хочу Их Ну В хвостик Собирать Потому что Будут на волосах Заломы Вот Да Конечно Я здесь Неудачно На этой скатерти Начала Это все Делать Черт Вот Зря Сейчас Мне придется Это как-то Справлять У меня Такая Ажурная Скатерть И бисер Просыпался И в эти Ну Короче Я не знаю Вообще Интересно Это Рассуждения Такие Вообще Что я тут Делаю Неинтересно Мне все Мне кажется Что Я снимаю Неинтересно Где Может Поэтому И не смотрю Ну Как бы О чем Еще снимать Ну Я как бы О вышивке Пришла Рассказывать Наверное Если бы Хотела Снимать Что-то Еще То О вышивке Вы Не Рассказывала Ну Вот Так 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 Ты Плачешь Чек Инсай Так 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Два контейнера осталось пустые Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я всех вас люблю!